Переломные моменты Северский железоделательный завод был построен полтора десятка лет спустя. Рождением его мы обязаны Василию Никитичу Татищеву. В октябре 1734 он прибыл в безлюдное место в 45 километрах южнее Екатеринбурга, где увидел две реки, протекающих рядом, полевую и северную. Увидел ложбину, окруженную лесами, где можно построить плотину и водохранилище. 1 апреля он получил разрешение от правительства о начале строительства. 31 октября личным распоряжением императрицы Анны Иоанновны сюда прибывает плотиных дел мастер Леонтий Злобин для возведения лесопилки в деревне Кунгурка. Своим рождением Северский завод обязан неприметной речке Кунгурки, притоку могучей реки Чусовой. Она-то и вывозила продукцию завода к российским столицам и европейским промышленным центрам. В 1758 году завод из казны был продан Алексею Федоровичу Турченинову. Он ввел товарный знак завода в Сесерского округа, Цаплю. Завод рос и железоделательного превращался в чугуноплавильный. В 1860 году была построена первая доменная печь. Она давала в сутки до 40 тонн чугуна. Через 20 лет появилась вторая. 40 месторождений различных руд насчитывалось в округе. Слава о Полевской земле привлекала сюда промышленников и ученых. В начале 20 века мировой экономический кризис приостановил развитие завода. Но после разрухи гражданской войны и времени революционных перемен в 1929 году вступила в строй первая Мартыновская печь. В 1939 году было принято решение о реконструкции завода. Но в планы металлургов вмешалась война. Северский металлургический завод производил стальной лист для изготовления припасов и вооружения. В 1943 и 1944 году построены две Мартыновских печи. Всего на фронтах войны воевало 1250 заводчан. Каждый третий из них не вернулся домой. На место мужчин, отправившихся на фронт, заступили мальчишки. Вспоминает герой социалистического труда Юрий Смирнов. У нас у всех либо отец, либо старшие братья ушли на фронт. Трудно было, очень трудно. В этот период заболела мать и младшая сестренка на руках. Более или менее работоспособным оказался только я в 14 лет. Посмотрели на меня, здоровый так, более здоровый. Я в Сталеваре определили. 60-е годы. Новая страница. В 1962 году разворачивается ударная комсомольская стройка на возведении трубоэлектросварочного цеха номер 2. 31 декабря сварена первая северская труба. Она стала первой в нашей стране нефтепроводной трубой диаметром 168 мм. В январе 1965 года Северский металлургический переименован в Северский трубный завод имени Федора Александровича Меркулова. В июле 1971 года вступил в строй трубоэлектросварочный цех номер 3, производящий изделия для магистральных трубопроводов. В 1975 году началось активное строительство трубопрокатного цеха номер 1. Акт о приемке первой очереди цеха государственная комиссия подписала 25 декабря 1976 года. На торжественном митинге присутствовал первый секретарь обкома партии Борис Николаевич Ельцин. Тогдашний директор завода Олег Танцарев так определял задачи. Я считаю, что таких коллективов, как коллектив Северского завода, их в общем не так уж и много. Из месяца в месяц делать одно и то же, выполнять план, скажем, по определенному виду продукции, это не так уж в конце концов сложно. А вот на решение всяких новых задач, которые требуют особенно жестких каких-то сроков, рамками какими-то определенными ограничены, вот здесь вот оно проверяется. И таким способом не раз проверялись возможности нашего коллектива. И я не упомню случаев, чтобы проваливались мы когда-нибудь. Слава северских металлургов гремела на всю страну. Почин мартеновцев о коллективной ответственности сочетал рабочую совесть и желание людей быть лучшими в своем деле. Мартен называли горячим сердцем завода. Мы сами предложили, чтобы... Ну мы считаем, что когда имеются прогулы и нарушения в бригаде, то это своего рода тоже брак. Ведь если когда брак имеет бригада, ну самый настоящий брак, то бригада не получает премии. Но если у нас есть в бригаде нарушения общественного порядка или прогулы, это тоже брак. Поэтому мы считаем, что не вправе получать повышенную премию. В 1986 году за заслуги в развитии черной металлургии Северский трубный завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 80-е годы в трубопрокатном цехе номер 1 бригада Виктора Золотова, победительница соревнования к 27-му съезду КПСС, вошла в летопись трудовой славы Свердловской области. Тогда за смену они прокатывали до 120 сливков. Продукция Северского трубного завода отличалась высокими потребительскими свойствами. В те годы завод уже перешагнул миллионный рубеж в производстве труб. Олег Танцерев ставил новые задачи перед трубниками. Наряду с современным оборудованием, работа еще устаревшая, морально и физически устаревшая оборудование. Поэтому этот процесс, главная наша задача довести этот процесс до конца. Но конкретно это выражается в том, что мы должны закрыть Мартеновское производство на заводе. Теперь оно у нас было листопрокатное, а теперь у нас стелепловидная производство является наиболее устаревшей. Ну и для того, чтобы использовать, так сказать, сбалансировать наши производственные мощности, нужно построить еще один трубный цех. Соленые от пота рубашки мартеновцев первое, что вспоминают те, кто стоял у мартеновских печей и в будни, и в праздники. Говорили так, пока дымят мартеновские печи, жив завод, жив город. Закрытие мартеновского цеха в январе 2009 года стало символом перехода в новое будущее большого завода, его новейшей историей, пройденного почти за три века северским металлургами. В 2001 году северский трубный завод вошел в трубную металлургическую компанию. Большая инвестиционная программа реализуется поэтапно, шаг за шагом выстраивая образ нового, мощного современного предприятия. Все лучшие инженерные разработки нашли отражение в реализуемых проектах. Талантливо организованное масштабное строительство в условиях действующего производства позволило в сроке завершить все новые объекты, начать работу над проектом трубопрокатного стана. Именно он станет толчком для завершающего последнего этапа реконструкции завода. Мартеновца Василия Корочкина называли совестью коллектива, его рабочей гордостью. На Урале это, можно сказать, семейная традиция, потому что из семьи, вот у нас силен, семья Силиных, у них как бы, значит, традиция такая. Отец был, дед был с Талеваром, потом пошел сын его, этого, значит, отца тоже сын с Талеваром. Ну, традиции передаются на Урале. Они очень давно живучие традиции, потомственные прокатчики, потомственные Сталевары. Свой поселок, свой завод, свой цех. На Урале народ трудолюбивый, очень хороший. Трудовые династии завода, его люди – главное достижение почти трехвековой истории. Традиции, заложенные Турчининовым, бережно сохраняются. Северский трубник – центр интеллектуальной и технической элиты. Кузница – высоко квалифицированных рабочих кадров. Завод по-прежнему является центром развития Полевского, поэтому все надежды полевчан связаны с ним. Доброго дня! У-у-у!